ребят хотел бы порекомендовать вам smile one это официальная донат-система в игру watcher of realms никаких откатов никаких разводников и прочего вы получите свои средства на аккаунт я и сам пользуюсь и вам рекомендую она дешевле даже чем shop.watcherofrealms.com и при этом является официальной все ссылочки будут в описании пользуйтесь ребят всем привет вы на канале текей спать и я текей и сегодня нас три в одном мы с вами обсудим героев который нас на призыве призовем рива плюс потратим все мои сокра чеки увидим что у нас новые события в игре появился x15 наверное скоро будет и x100 на самом деле это полезное событие в одном из видео расскажу почему там x15 x25 x100 это полезное событие в гач играх особенно тем кто долго играет и промокод промокод соответственно сейчас я его ввиду пойдемте он только обратить внимание чтобы сразу холиваров не было в комментариях но вы оставляете что вы там выбили вот это вот все как вам промокод кто на пк играет он только для пк spring season забираем там по моему две крутки будет сейчас я посмотрю ну да да в основном там самое полезное это две круточки теперь пойдемте ребята в крутки в крутках у нас капитан риф за гарант 250 плюс x15 шанс повышен то есть если вы выбейте рива до гаранта то дальше принципе крутится это событие ну не стоит x15 это круче м x10 опять же расскажу потом почему ну чем дальше тем сложнее выбить конкретного героя то что вам уже выпали на них повышен с на дубле если коротенько вот и в принципе здесь нас x2 x15 опять же неплохое событие потому что ну во первых мы это крутим все под наше слияние то есть там и кродора достаем собственно здесь марива достанем здесь морозака достанем в теории либо здесь чем хороша связка риф плюс розак сами по себе они являются средненькими легами не у их там супер мега везде заходящими риф используется как танк с массовым уроном контролищем сам по себе он стоит не ну то есть это танкетка то есть с уроном ну тарадор ближайший его конкурент наверное это тарадор у них много опять же защиты много хп но это неполноценный танк то есть да вы сможете с ним там выстоять на условном 221 но где-нибудь на каком кошмарном разломе он как танк вам но только в убер шмотис может помочь но при этом является контролем то есть можно например на стиксе использовать вернее на кодексе бессмертных на где нужно танкетки где там по центру надо мобов контролировать ставить авелин плюс риф и постоянно контролируете оглушаете этих мобов которые у вас там в центре скапливаются в этом кодексе бессмертных но и плюс 6 процентов каждый из них дает плюс бонус и плюс золото по моему розак дает плюс бонус к опыту риф дает плюс бонус к соответственно розак дает по моему бонус к опыту а риф дает бонус к золоту по 6 процентов а если они оба есть то они уже оба вам будут и там и там фармить по 12 процентов по моему так работает эта система их связки то есть это синергия такая парочка рыбных таких капитанов то есть они на Корабли, видимо, раньше плавали. Вот. Для начала неплохо. В конце игры, когда вы уже полгода и более играете, наверное, это не так актуально. Фарм золота, фарм опыта. У меня их уже миллионы, просто миллиарды их можно нафармить. Энергии приходят много. И даже высокие пройдены по опыту и по золоту. В начале игры будет полезно. Конечно же, приятно получать плюс 12% к бонусу и к золоту, и к опыту. То есть там и карта не обязательно покупать становится. А сирен это 1.18, такой зелус эпический. Ну а здесь, собственно, хекс, зелитушечка. Это прям топовая. То есть тут x2, x15 я советую крутиться. И в дополнительных героях все герои не мусор. То есть даже не салт, раньше его мусором называли. Сейчас он, опять же, на кодексе бессмертных заигрывает. Абсолютно всем персонажам, на мой взгляд, монтоны нашли применение, добавив и разнообразив игровой контент. Если честно, в июле 23-го это было не так. Ну и, собственно, крутиться я буду здесь 250 и здесь 8. Погнали крутиться. Единственное, я хочу, если никто не против, с звуком круточек. Мы с вами умеем их определять. Когда нам лего пришло, когда не лего. Ой, не музыка, не музыка. Звуковые эффекты надо включить. Музыка у нас и так будет. Так, сейчас мы тут минусанем немножечко музычку. Так, ну что, вроде бы запись идет, все идет. Надеюсь, вы тоже клево покрутились. Я очень надеюсь. Так, давайте здесь мы тоже минусаним звук. Все подправим. И давайте начнем открываться. Предвкушение, чаечек вы налили, кофеечек налили. Погнали открываться. Крутки будет много. Минут на 10-15 точно тут крутки есть. Первой же леги нет. Но, кстати, было бы забавно первой уже круткой выбить Рива и типа пойти. Как бы все, видео закончено. Основные персонажи я рассказал. Опять же, а сирена это как Зелус эпический. Там хорошая, не данная, лекарь. Опять же, все-все герои заходят как минимум на кодексе бессмертности. Убивать можно. Здесь выпал циклон. Один из самых бесполезных эпиков вместе с... Еще одним есть бесполезным там рейд. Я даже забыл. Силкат его зовут. Кьюг. Кьюг, опять же, супер-мега-яды. Есть эпическая героиня с ядами. Яды на самом деле апнули, а не дебафнули. То есть, когда введут героя с... Легендарку с ядами, а может быть и 2 и 3 введут. Так, в правильном и крутимся. Да, мы там крутимся. Собственно, вы почувствуете, что яды апнули. Что все-таки урон надо от атаки делать ядом. Будет большая база атаки. Может быть, какие-нибудь лучники супер-мега. То есть, у нас как себя хорошо показывал, да? Зеленый лучник. А если будет легендарный лучник? У-у-у, это вообще будет клево. Так, у нас пока лек нет. Ну, блин, хорошо бы достать бы Рива на соточку. Ну, где-то соточка крутка, чтобы пойти и крутиться уже по другим событиям. Тавин, герой контроля. Очень хороший лучник. Заходит практически везде. Начальный уровень контроля. Он тормозит мобов, по-моему, своей ультой. И там раз в 15-20 может зону какую-то создать. 15-20%. Осень хороший баффер. Используется даже нам, там, некоторыми людьми, там, на 3-20, 3-21. Плюс Долорес. То есть, вы бафаете. Так, а сирен реально выпадает. Не салтик. Опять же, а сирен... Можно еще, кстати, на военных фракций его, естественно, придумать, пристроить. Но, если честно, как герой там основной... О-о-о-о! Ёптель-моптель городовой. Да ладно, серьезно? Ты сейчас решил припереться? Я хотел снимать видос. Ну, вернее, в любом случае, сниму следующий про очень редко падающих эпиков. И те, которые падают вообще никогда. На моем аккаунте это был вот этот герой. Деймос. Как вы видите, это уник. Я играю... Слушайте, ну, скоро будет, как бы, 9 месяцев я играю в эту игру на этом аккаунте. Деймос не выпадал. Это эпик. Это крутой эпик под фракцию. И самое главное, огромный урон под КБ. Конечно, он навряд ли меня затмит Лугару. То есть, сейчас он уже мне не сильно актуален. Но когда у меня не было Лугару, там, с Салазаром вместе, например, вместо Гнева, в начале игры, этот эпик желанный. Но мне он нужен был как минимум для коллекции. Опять же, на Аренку его можно посмотреть, попробовать. На Салазара можно попробовать, когда введут именно там 25 этажи на Салазаре. На рейдах артефактов сейчас тоже не Салазар. В общем, блин, это уже удачное открытие. Я достал уника, и у него даже шанс не Х-15. Ассирен скорее выпадет, чем Деймос. И Деймос пришел. Шанс 0-0-0-1 уже, потому что все эпики есть, кроме Деймоса. Все были эпики в этой игре у меня, кроме Деймоса. А как мы знаем, на дубле шанс огромный, повышенный. И я, Деймос, Лорел и Долорес, редко падающие герои. Пока они вам не выпали первый раз на аккаунте, они хрен упадут. Некоторым по полгода по году не приходят эти герои. На самом деле ждем леги, но, блин, Деймос, на самом деле, я очень рад. Я не знаю, какие у вас желанные эпики, но вот у меня был Деймос. Топ-1 желаемым героем в игре сейчас, чтобы он пришел, чтобы вы понимали. Ну, может быть, кроме Борей, который уже пришел. Ну, там верно, верно, я еще сильно-сильно ожидаю. Ворот, опять же, тоже прикольный. А ЭСА много делаете, много урона наносит. Тем самым мы уже открутили соточку, получается. Понимаете, посмотрим, сколько мы уже открутили. Очень даже интересно. Синева неинтересна. 120 мы открутили. Продолжаем крутить. Опять же, кэшбэки никто не отменял. Так. Мы сейчас, кстати, еще и кэшбэчные, да, и за десяточку покрутили. Вообще нормально. Что-то синевы много. Синевы много. Опять же, она редко где применяется. Только в начальных каких-нибудь там рейдах продвижения. Будет ли лего до рива? Слушайте, ну, 220 точно будет лего? Ну, то есть, 250, если будем крутить. И дрилл, опять же, да, применяется везде. Самый полезный эпик в игре сейчас. На данный момент, на мой взгляд. Где леги? Я, на самом деле, ну, не последний десятка леги-то из синей достал. Там уже ближе к гаранту мы идем. Гарпун, кстати, тоже. Гарпун, силкат, циклон. Это самые бесполезные эпические герои. Их максимум на 50-й качать. И то под вопросом. Они на военных фракций не все и заигрывают. Лучник с ядами, если зеленый, это Лиам. Я забыл его имя там в начале. Вот он Лиам. Собственно, сейчас уже яды не так играют. Но, опять же, повторюсь, это ап. Да, зеленые герои синие не сильно играют. То есть, кьюком на КБ вы много не набьете. А вот Эсма набивает 40 миллионов. Вот, то есть, это неплохой такой урон, на самом деле. Превышающий средний. По больнице там какая-нибудь... В общем, много кого может по урону так освободить. Пойдемте продадим. Пойдемте к Эшбэчне. Мы уже забили склад. Это, конечно, жестко. Но 250, да. Так, нам осталось, кстати, 40 до гаранта. Плюс-минус. Давно я так плохо не крутился. Но это событие это и подразумевает. Вот она, Лего. Это уже по гаранту пришло. Близкое к гаранту, скажем так. Там повышенные события. Слушайте, надеюсь, это не риф. Потому что я бы уже 30-ку до рифа докрутил. Кто это? Я не знаю этой синематики. Нет, это риф, да? Да, это риф, гарпун. Риф, который сейчас гарпунов или нет? А, да, да. Вот он, риф. Все-таки риф выпал. И выпал не по гаранту, а выпал... Ну, в смысле, по гаранту, но не за 250. Ну, сэкономили на будущие события себе. Это тоже неплохо. Я что-то не понял. Риф с ними шел. А, он типа гарпунов поубивал. Ну, это же точно риф уже, правильно? Ну, да. А что тут еще может быть синематика? А, видели, кстати, он... За 3 500 они продают у него скин. Вообще офигели. Вообще офигели. 3 500. 3 500, это же шесть вообще. Вот он, красавчик, пришел, соответственно, до 250. Он еще и культист. Я, кстати, это вообще не учитывал. Слушайте, ну, сэкономили 30-очку где-то, да? Неплохо. Пойдемте крутанемся сакрал. Я, кстати, не знаю, может быть здесь тоже крутанутся? Это событие очень хорошее. Куча зелит, конечно, с розаками нападут. Но вдруг хекса выбьем? Жалко, конечно, столько тратить рубинов. Но событие топовое, x2, x15. Это на топовых героев, чтобы понимали. Розак, в принципе, можно пробуду какую-нибудь рубану. Делюту, в принципе, тоже, но от пробуды она там сильно не заиграет. Давайте докрутим. Давайте докрутим. С вас лайкосик, дизлайкосик, если не нравится. Погнали крутиться. Ладно, все. Все, все, все ради контента, все ради вас, ребятки, делается. Надеюсь, вы хорошо открутились. Поджигатель. Это эпическая валькирия. Ставим на военные фракции. Ставим, в принципе, где нам нужен мак урон. Он ставится за танком. И, собственно, достаточно больно бьет. Некоторые даже на шестой успевают прокачивать, ожидая валькирию. Интересно, будет ли лего. У нас Х2. Крутим порядка 200 осколков. Не, на самом деле должно быть две леги. Давайте честным будем. Мэриал, Бриена. Мэриал — это танк с отхилом. Прокачиваем. В принципе, можно даже на второй раз. Есть лего. Есть лего. И это Хекс. Давайте угадаю. Нет, скорее всего, это будет, конечно, Розак и пробуду на Розака. Та-дам! Потому что Розак есть. Зелиту есть. Хекс выпадет с маленьким вариантом. Но Розак, в принципе, может, наверное, помочь где-нибудь на рейде снаряжения 3, например. Где у меня урона не хватает. Я его ставлю. Он не успевает убивать. У меня и дрилл надо шмотик нормальный. Уже наконец-то накрафтить. Так. Погнали дальше. Сливаем, получается, весь аккаунт. Розак, пробуду. Х2, Х15. Это хорошее событие. Плюс мы турнирчик какой-нибудь там заберем на слиянии. Плюс Кродор делаем. Ну, то есть, нормально. Долго копили, правда, но не обидно. Не обидно. Я так и знал, что будут пробуды на Розак. А даже сейчас будет там, в общем, 3 пробуды. Ну, кстати, нормально. Не сталт, Медан, Назим. Ну, то есть, Х15 точно работает. И если вам нужен конкретный эпик, например, там, не знаю, там, на Долорес Х15 введут. На Лорель Х15 введут. На Деймос Х15 введут. Крутите. Крутите все, потому что иначе вы под другие события хер знает, когда выбьете. Потому что вот пример Деймоса. Крутил, крутил, крутил. Пофук ты эпический бюро. И у меня уже 5 раз Регулус выпал. Или 6 раз. У меня там 5-ая пробуды, 4-ая на Регулус. А Деймос не пришел. Понимаете, да? То есть, какие там шансы. То есть, у некоторых эпических героев шансы выпасть, видимо, из эпиков в миллиарды раз меньше, чем у Лек из Лек, короче. Скажем так. Поэтому, да. Это одни из самых редких героев. Ну и не развеивайте героев. Это тоже вам совет. Кто смотрит видосик, досмотрел его практически уже, кстати, до конца. Пойдемте опять продавать. Кэшбэчить, так сказать. Скоро уже, кстати, не кэшбэк придется. Даже не кэшбэк. Давайте сейчас это быстренько поднимем уровень. Благо здесь у нас там еще идет событие. Параллельно. Вот это Мунтона вообще, кстати, молодцы. Куча событий идет параллельно. То есть, мы сейчас, для того, чтобы сводить место, мы прокачиваемся, опять же. Слияние выполняем, события выполняем, кродора добываем. То есть, это очень круто. Коридор славы выполняем. То есть, куча событий делается. Ну, конечно, так везде в гачи-играх делается. Но, как бы, это очень круто. Очень часто не совмещают события. Специально, как бы, денежки выманиваем. Вот это очень тупо и палевно. Так, у нас тут еще есть синева. Давайте как раз еще покрутимся. Я, на самом деле, здесь жду Хекса, прям в идеале. Ну, и пробуд на Зелиту, в принципе, слушайте, может быть и нужно. Но она не заигрывает с пробудами сильно, прям так, чтобы. Тайвин Бриена. Бриена, опять же, является массовым лучником. Вы можете ставить на 3.18, 3.15, 3.16. То есть, когда вам надо накрыть левый-правый фланг, Бриена на это способна. Даже в Солянова. Если нет, то у вас что-то со шмотом не то. Так, пока у нас лек нет, одни эпики. Надеюсь, у Деймос может быть. Сразу, чтобы на него пробуды пришли. Деймос-то выпал, значит, должен сыпать. Ливен, топовый танк. Играет везде абсолютно как танк. Эпический. На втором рейде снаряжении, на кодексе бессмертных. Много где играет. Синева нам абсолютно неинтересна. Нира выпадает, все, наверное, наслышаны, что короли по Нира. Потому что он выпадает абсолютно везде. С красных осколков, с не красных осколков, от Рокс. По работе, по-моему, от Рокса есть. Азот. Азот буду тестировать. Я уже говорил, что мне этот герой не понравился на КБ. Многие говорят, что я не прав, и надо его нормально протестировать в нормальном шмоте. У меня он набил миллион на КБ в свое время, когда набивал там катер 3 миллиона. И я такой, типа, а почему, почему, зачем мне этот нужен Азот? Ой, Лего. Лего. Кто не знает, как прият Леги, пишите в комментариях. Ну, кроме переанимации Куба. Надеюсь, не Розак. Да ёп. Парный театр. Я сказал, что я не буду расстраиваться, если придет Розак. Ну, две пробуды на Розака пришло. Накручиваем. Блин. Х15 работает. Доказательство того, что Х15 не липовое, ребятки. Не липовый Х2. Как и говорил, две Леги. Минимум мы ждем, когда я здесь буду крутиться. Блин. Два Розака. Я так ожидал Хекс или хотя бы Зелетушечка. Еще Лего. Три Леги выше. Вот все. Вопросов нет. Давай третьего Розака игра. И мы заканчиваем на этом. И потом еще пять Розаков с Сакрала. И еще Розак. Блин. Серьезно? Три Розака подряд? Японско-Городовой. Там же как бы Хекс еще Х15 Зелета. Игра. Ты и ты, блин, троллишь. Сейчас Сакрала, если выпадет Лего, по-любому будет тоже Розак. Зато сразу пятая пробуда у Розака. Ждак, по-моему, на нулевой пробуде. Пристань еще Розаков какое-то у меня теперь на аккаунте. Сейчас еще и Сакралов выпадет пять Розаков. Я хочу Хекса. Дайте мне хотя бы на одном моем аккаунте Хекса. Тит. Тит нормальный, кстати. На воина фракции раньше Хейтили. Можно рыть продвижение танков. Там вот это вот все. Нормальный парень. Само выхиливается. Давайте. Ассирен. Да, работает. А, нет, не то. Нет, не работает. Так. Давай. Давай, играй. Я Лего уже, если честно, уже. Я хочу четвертого Розака. Я, чтобы вот убедиться, что Х-15 работает. И надо крутить только, если нужна вот эта Лего. Самая часто выпадаемая. Нет, реально Х-15 работает. Блин, уже пять Сакралов скид. Жесть просто какая-то. Лего. Давай. Все. Четвертый Розак. Заколдованный аккаунт. Нахер на Розака. А что она? Не, ну в принципе, первая пробудование, по-моему, там прикольненькая. Вроде бы. У меня она есть. Слушайте, она заигрывает на Кодексе Бессмертных. Одна из топовых. Потому что куча поджогов кидает. Это неплохо. Это неплохо. Мы сбили этот момент с Розаками. Да? Как бы нормально. Она вроде как и Дерманти, но как бы и ладно. Как бы пробуда. Мне даже интересно, как все-таки, ну мы, типа, сколько пробудование. О, Эсма. Эсма. Эсма нужна была. Эсма. Блин, круто. Деймос. Эсма. Не, покрутились вообще отлично. Я вообще не жалею. Вообще не жалею. Забрали Рива. Три пробуды на Розака. Эсма. Деймоса. Слушайте. Ну, нормально. Сколько мы покрутили? 300 где-то. Плюс, условно, 9 Сакралов. Розак вообще без пробуд. Хазачи там у него, там, сколько урона. При каждом бисе, длительность охоты. Рыба и души на оклад. Именно замедление. Вот это, кстати, хорошо. Но у нас больше не будет пробуд. Шансы сработать два раза. Ну, в принципе, в принципе, еще и так опять процентов будет. И вот это еще надо посмотреть. Анай. Анай, Канамай. Что тут на первую пробуде? Цель на которых наклад под зок, так как раз под действием, снижение сопротивления магии. Слушайте, ну. Хо. Апнули аккаунт Икея. Спасибо, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. С объемом ли мы. Ну, три разака. Извините, там, замат, конечно, но по-другому нельзя было. Я... Это мои чувства, мои эмоции. Кто там с детками, сорян, извиняйте. Навряд ли это буду запикивать. Это эмоции. Это чистые эмоции. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте отреагировать, поставить лайк, колокольчик, подписаться на канал, не забудьте. А то YouTube он такой. Сегодня ты в топе, завтра ты в попе. Комментарий. Как открылись, открывались ли, забрали ли Рива, и какие лиги пришли. Пять из пяти просто розаков открытия. Все, всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok